Здравствуйте! Вы смотрите передачу Экономика дня на телеканале CBC. Меня зовут Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о развитии туризма в Азербайджане и о том, как туристический сектор нашей страны готовится к международной конференции КОП-29. В гостях у нас в студии сегодня Кенан Гулузаде, советник председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму. Кенан Малим, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, добрый день. Кенан Малим, очень скоро уже в ноябре Баку будет принимать конференцию климатическую КОП-29. Очень большое, очень важное мероприятие. И, конечно, у нас есть большой опыт в проведении международных мероприятий. Не первое это далеко. Проводили европейские игры, проводили исламские игры, проводили много очень важных форумов экономических, политических и других. Но все-таки мероприятие такого масштаба, как КОП, наверное, у нас проводится впервые. Ожидается, что приедет порядка 80 тысяч гостей из почти 200 стран. Причем очень много гостей на высоком уровне. Это президенты, это главы правительств, министры и другие высокопоставленные гости, главы международных организаций. Готова ли наша туристическая инфраструктура принять такое огромное количество гостей, причем на таком большом, высоком уровне? Ну, про уровень вы уже сами сказали. Уровень, конечно же, мы обеспечиваем. Азербайджан не впервые проводит такого типа мероприятия. Но это, как вы отметили, самые масштабные, самые крупные мероприятия. Не только для Азербайджана, но и для всего мира это очень крупные мероприятия. По цифрам пока рано говорить, потому что процесс аккредитации продолжается. Но точно известно, что это будут десятки тысяч человек. Но верхнюю и нижнюю планку обозначать не будем. Но в любом случае, инфраструктура Азербайджана полностью готова принять всех гостей, желающих посетить всех участников мероприятия. Наша деятельность сейчас ведется по трем основным направлениям. Это, в первую очередь, средства размещения. Это отели и альтернативные места проживания участников мероприятия. Они большей частью готовы. Большей частью готовы. Создана специальная платформа, через которую делается резервация и так далее. То, конечно же, учитывая то, что на таких мероприятиях субъекты туризма должны и зарабатывать тоже и так далее. То есть устанавливается. Это для них особый случай, чтобы принять гостей и, скажем так, сделать для себя бизнес. Второе направление, по которому мы работаем, это показать с лучшей стороны страну. Это мы подготовили, значит, специально 25 маршрутов для гостей мероприятия, охватывающие, в принципе, весь Азербайджан. Но в основном это именно тематические маршруты, это тематические экскурсии по местам, скажем так, охватывающие историческое и культурное наследие, плюс экологические национальные парки и так далее. Кроме того, мы подготовили около 2000 человек, провели тренинги для сотрудников, для персонала отелей и средств размещения. Подготовили 200 гидов специально под это мероприятие, 200 волонтеров подготовили под это мероприятие, чтобы, скажем так, полностью обеспечить удовлетворенность участников и гостей, участников мероприятий и гостей нашей страны. Третье направление, по которому мы работаем, это по инициативе Азербайджана. Впервые тема туризма включена в тематическую программу КОП, климатического саммита. И 20 ноября будет День туризма в рамках КОП, на который съедутся министры из тоже десятков стран. Ожидается принятие Бакинской декларации, ожидается подписание меморандумов на Бакинской площадке в связи с экологическими стандартами в туризме и так далее. То есть в средствах размещения, в туристической сфере и так далее. То есть три основных направления, по которым мы в КОП действуем, это обозначенные мною. Ну и главное, да, то есть это событие не только, которое пройдет 12 дней в Баку и в Азербайджане. Это мы оцениваем его как мероприятие, которое окажет долгосрочное влияние на развитие туризма в Азербайджане. То есть люди, которые съедутся сюда, это Азербайджан будет в течение 12 дней в центре внимания мировой общественности, средств массовой информации и так далее. Это прекрасная реклама для страны, для туризма Азербайджана и так далее. Мы, конечно же, воспользуемся тем, чтобы это оказало очень долгосрочное влияние, позитивное, положительное влияние на развитие туризма в нашей стране. Да, ну, конечно, КОП это не туристическое мероприятие, все-таки у этой конференции совсем другие цели и задачи, но тем не менее, как вы и отметили, это прекрасная возможность презентовать нашу страну на мировой арене, показать нашу страну, потому что многие из этих гостей приедут сюда впервые, откроют для себя Азербайджан и, возможно, в перспективе они вернутся уже сюда в качестве туристов. Есть ли какие-то прогнозы, может быть, касательно того, каков долгосрочный эффект вот такого мероприятия, вообще таких мероприятий массовых на туристический сектор? Безусловно, в принципе, можно сказать, что азербайджанский туризм, вот современный, новейший азербайджанский туризм стартовал с таких мероприятий, как Евровидение, Евроигры, Исламские игры и так далее. То есть, Формула-1, та же самая, стала визитной карточкой, одной из визитных карточек азербайджанского туризма. Это масштабные мероприятия, как бы, показали, раскрыли Азербайджан для мировой туристической общественности. И после этого в Азербайджане начался бум, конечно же, туризма, который был далее стимулирован институциональными решениями, принятыми в этой сфере. То есть, и это по визовым вопросам, и по отмене лицензии в этой сфере, и по созданию специализированного органа центральной власти, исполнительной власти в лице Государственного агентства по туризму и так далее. Но все началось, в принципе, с Евровидения. До этого страна подготовила соответствующую инфраструктуру и отельную, и дорожную, и в целом были подготовлены кадры, и страна раскрылась. КОП-29 это очередной, можно сказать, трамплин для развития туризма в Азербайджане. Во-первых, в ходе подготовки к КОП-29 мы работаем в усиленном режиме. Ведется, скажем так, улучшение всех показателей в этой сфере. То и в сфере обслуживания туристов, размещения туристов, подготовки кадров и так далее. Это хороший стимул, это хорошая возможность собраться, дисциплинироваться и быть лучше. Ну и, конечно же, после мероприятия мы ожидаем, что вот та реклама, которую мы получим, это реклама, я говорю с туристической точки зрения, да, та реклама, которую получит Азербайджан, те гости, которые приедут и уедут отсюда с позитивным настроем и так далее, это, конечно же, отразится на развитии всего туризма. Это хорошее мероприятие с положительной динамикой будущего. Да, я вот могу сказать, что если взять, допустим, статистику Google, то ежегодно, когда у нас в Баку проводится Формула-1, запросы касательно Азербайджана в мировом масштабе возрастают. То есть все больше людей начинают интересоваться Азербайджаном как страной, как направлением и так далее. Конечно, вот смотрите по цифрам. Да, если на Формулу-1 приезжают где-то 14 тысяч иностранных туристов, то охват всего мероприятия получается где-то около 500 миллионов человек только посредством средств массовой информации. Это большая публика, безусловно. Да, вот вы до этого говорили про тренинги, которые вы проводите для персонала, работающего в туристическом секторе. Ну, действительно, в туристическом секторе вообще в сфере гостеприимства человеческий фактор очень важен. Очень много людей задействованы. Это не только те люди, которые работают в отелях, в ресторанах, это и гиды, это и переводчики, и многие другие. Расскажите подробнее, что это были за тренинги, чему вы обучали вот этих людей? Ну, эти тренинги охватывали весь персонал отелей, то есть все уровни персонала отелей, чтобы оказывались более качественные услуги. В принципе, у нас, если брать в региональном масштабе, мы не хромаем по этому показателю. То есть мы лучше многих наших соседей по сфере обслуживания туристов. Ну, конечно же, хочется быть лучше, хочется все делать более профессионально. Туризм в Азербайджане, новая сфера деятельности, развивающаяся сфера деятельности, туристическая индустрия только-только формируется в Азербайджане. Нужны кадры, то есть человеческий ресурс, как вы отметили, он чуть ли не самый главный в нашей сфере. Конечно же, нужно готовить и от официантов, от швейцаров, от ресепшионистов и до менеджеров и так далее. 2000 человек – это достаточно большой показатель охвата наших тренингов. Еще вы упомянули про то, что вы разработали специальные маршруты, которые будут реализовываться в период проведения КОП-29. 25 маршрутов, ну, наверное, все мы не успеем охватить в рамках передачи, потому что в Азербайджане огромное количество интересных мест. Ну, хотя бы основные направления могли бы вы рассказать? У нас аудитория нашего канала достаточно международная. Возможно, кто-то из потенциальных гостей КОП сейчас нас смотрит, и вот эта информация будет им полезна. Ну, эти маршруты охватывают Баку, столицу. Ну, вы знаете, в принципе, мероприятие будет проводиться именно в Баку, и размещение туристов будет в Баку, в Сумгарите и в Хардалане, то есть на Абширотском полуострове. Это, в первую очередь, кратковременные туры в Баку, охватывающие, ну, Ичарь-Ичарь, Старый город, Атачках, Янардах, новый комплекс грязевых вулканов, заповедник Гобустан и так далее. Есть маршруты, которые охватывают более широкие, скажем, да, более широкие, это с выездами в национальные парки Азербайджана. То есть национальные парки и на Абширонском полуострове, но еще национальные парки за пределами Абширонского полуострова. Есть туры в Шамаху, есть туры в направлении, в северном направлении, в Губа, в Гусарскую зону, в южном направлении есть и так далее. Но, в принципе, мы, конечно же, не будем ограничивать гостей только 25 этими маршрутами. Это то, что мы подготовили, подготовили, в том числе и гидов подготовили под эти маршруты и так далее. Но туристическая индустрия Азербайджана в целом всегда готова принять гостей. И, конечно же, охват будет наблюдаться по всей стране. То есть это и западные регионы Азербайджана, если у кого-то будет возможность и с участником мероприятий туда отправиться. В принципе, мы, предварительные наши мониторинги показывают, что люди, часть, скажем так, участника будет приезжать не только для участия в мероприятии, но и в том числе и для поездки по регионам Азербайджана. Во всяком случае, у них есть такое желание, то есть приехать не на те дни, которые они принимают именно участие в своей панели, но еще дополнительные дни, чтобы ознакомиться с Азербайджаном, со столицей, с регионами нашей страны. Сейчас вообще тема устойчивого развития, тема защиты окружающей среды становится все более актуальной. Постепенно приходит понимание того, что это необходимо делать, что если изменения климата продолжатся, как сейчас это происходит, то это неименуемо ведет к катастрофе. И вводятся новые стандарты в области экологии практически во всех отраслях, в том числе в туризме. Расскажите, пожалуйста, какие инициативы в этой области реализуются у нас в Азербайджане? Мы, Бюро по туризму Азербайджана присоединилось к двум международным платформам в этой сфере. Конечно же, это в туризме в целом, скажем так, экология и туризм, вот климатические вопросы и туризм, это тоже достаточно новые соприкасающиеся друг с другом темы. Сейчас даже в мире в международном масштабе только-только формируются стандарты под туризм, климатический, экологический и так далее, другие стандарты формируются. Но в основном это касается средств размещения, конечно же, это управление отходами, это выпуск вот этих газовых вопросов и так далее. То есть Азербайджан присоединился к этим инициативам, и мы призвали все средства размещения и субъекты туризма в Азербайджане поддержать эти инициативы в Азербайджане, тем более, что мы являемся, скажем так, принимающей стороной такого климатического саммита. Кроме того, конечно же, этот вопрос у нас касается и, например, пляжей. В Каспийском регионе, вы знаете, у нас нету голубых фишек, то есть голубых, значит, флагов на наших пляжах и так далее. То есть это тоже вопрос рассматривается, чтобы их привести в порядок с экологическими нормами и так далее. То есть это новые стандарты, формирующиеся стандарты и так далее. Азербайджан, субъекты туризма в Азербайджане проявляют интерес и желание к тому, чтобы к ним присоединиться. Я думаю, что мы не будем отставать от всего остального мира в этом вопросе, тем более, что, в принципе, инфраструктура, туристическая инфраструктура в Азербайджане, она в своем абсолютном большинстве соответствует международным стандартам по всем другим остальным показателям. Так что по этим показателям мы тоже не будем отставать. А какие планы для развития сельского туризма, экологического туризма сейчас в мировом масштабе, а такие виды туризма тоже набирают обороты? Буквально на днях у нас стартовал новый проект, туристическая деревня называется. Там пока пилотный, скажем так, пилотный охват трех сел. Это в Гусарском районе, в Гахском районе, это и Лису, Сарабаш, и село в Гусарском районе. Мы будем там вместе с местными общинами приводить туристическую инфраструктуру в порядок, как создавать. Туристическое село – это не просто инфраструктура, это еще и философия, это образ жизни, чтобы люди становились частью самой индустрии. То есть это образ жизни на самом деле. Пока что это три пилотных проекта, но мы думаем, что будем охватывать больше. Сейчас от успешности этих проектов зависит его дальнейшее развитие. Я думаю, что там тоже будут позитивные результаты. Кроме того, мы делаем большой проект по гостевым домам Азербайджана. Где-то мы провели мониторинг 400 домов в Азербайджане гостевых. Это сельские дома гостевые. Десяткам из них мы уже оказали помощь вместе с другими соответствующими государственными структурами и так далее. Эти виды туризма в Азербайджане, конечно же, тоже в последнее время набирают большую популярность. Особенно в связи с тем, что после пандемии в мире эти вопросы актуализировались. То есть в определенный момент люди стали больше обращать внимание не на города, а на села. На села, на леса и так далее. То есть на природу, где меньше общения и больше возможностей безопасно отдохнуть и так далее. То есть эти направления будут развиваться. Но не только эти направления в Азербайджане. туризма будут развиваться. Мы сейчас работаем над улучшением, скажем так, своих традиционных туристических продуктов. Ну и создаем, конечно же, новые. Это и вот Slow Food проект у нас есть. Slow Food проект это, скажем так, аутентичная, экологически чистая кухня. Она очень популярна в Европе и так далее. В Азербайджане мы уже несколько, достаточно продолжительное время его продвигаем. И сейчас создаются продукты под Slow Food. То есть это гастротуризм? Да? Гастротуризм. Это часть гастротуризма, но она специфичная. Она специфичная, это использование именно, скажем так, вот ковчега вкусов Азербайджана. То есть это не просто там, если приготовить там блюдо, какое-то блюдо из взятых, из супермаркета продуктов. Это экологически чистые продукты, которые имеют свою природу. То есть если мы говорим о том, что какое-то габалинское блюдо, там обязательно должны быть ингредиенты из габалин, из региона и так далее. То есть это биологически чистые, или же из Нахчевана и так далее. То есть это специфическое, вот такое Slow Food, это специфический проект. Потом, если говорить об экологических направлениях, сейчас мы развиваем Birdwatching. Это наблюдение за птицами около горы Бешвармах, где создан заповедник и так далее. Сейчас там создается специальная инфраструктура для того, чтобы люди могли наблюдать за этими птицами. Вы знаете, Азербайджан одной из крупнейших точек в мире, коридоров в мире, где перелетные птицы совершают два раза в год полеты на север и на юг и так далее. То есть у нас есть такая возможность показать все это и уберечь эти места в качестве заповедника. И, конечно же, привлечь туристов для того, чтобы они смотрели на эту природную красоту и так далее. Вот такие у нас. А вот до этого вы упомянули новый проект, туристические деревни, который вы реализуете. Можно подробнее, что предполагает этот проект и в чем его уникальность, в отличие от остальных проектов по развитию сельского туризма? Например, возьмем те же самые села Иллису и Сарабаш. То есть там, конечно, в Иллису есть туризм, но есть моменты улучшения инфраструктуры. Улучшения в моменты улучшения инфраструктуры, они будут делаться вместе с местной общиной. То есть там будут готовиться гиды из местной общины, фотографы из местной общины. Я не знаю, ну все люди, которые обслуживают туристов, они будут из местной общины и все. То есть это, я говорю, это не просто улучшение инфраструктуры, это переход на другой образ жизни. Когда село принимает в гости всего. Вы знаете, когда турист попадает в какую-то страну, он создает где-то около 35 рабочих мест. То есть это как бы все люди, которые его обслуживают. Да вот эта цепочка будет применяться к этим туристическим селам. Это другое общение, это другое время общения с туристами совершенно. Сейчас туристический сектор Азербайджана готовится, естественно, не только к конференции КОП, но и в целом к зимнему сезону. Расскажите, каковы планы на этот сезон, что делается и вообще есть ли надежды на то, что в этом сезоне мы уже достигнем до пандемийных показателей по туризму? Сейчас мы идем с показателем с 30% ростом. По сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом, да. Число иностранцев, посетивших в Азербайджан, на 30% больше, по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев мы берем показатели. Это около 2 миллионов человек. Мы прогнозируем, что до конца года показатели будут где-то 2,7 миллиона человек. Вы знаете, в допандемийный период, в рекордный период для азербайджанского мирового туризма, Азербайджан посетило около 3 миллиона 200 тысяч иностранцев. Если бы не пандемия, конечно, мы бы сейчас говорили о других цифрах, но вы знаете, в Азербайджане до сих пор действует карантинный режим, есть ограничения по пересечению границ и так далее. Но 2,2 на сегодняшний день и 2,7 в конце года – это очень высокий показатель с учетом вот этих объективных реалий. Мы, кроме того, очень изменилась геополитическая ситуация в нашем большом регионе и на тех традиционных рынках, на которых мы ранее работали. Поэтому мы и пандемию, учитывая пандемию, и учитывая вот эти геополитические изменения на Ближнем Востоке, на пространстве СНГ и так далее, мы очень динамично подошли к рынкам, на которых работаем, и открыли новые рынки. То есть, вот сейчас смотрите, у нас, если до пандемии первая тройка у нас выглядела Россия, Иран, Грузия, то сейчас у нас Россия, Турция, Индия, Иран и Саудовская Аравия. То есть, здесь в топ-пятерке у нас два новых государства. Если Саудовская Аравия, скажем так, уже около 9 лет, с 2015 года, как мы пришли на рынок Саудовской Аравии и привлекли оттуда туристов, то Индия – это совершенно новый рынок, который мы открыли благодаря той большой работе, которую мы проводили наряду с другими государственными структурами Азербайджана. То есть, там были проведены и маркетинговые вопросы, и по виде положительных изменений, и по ценам на авиаперевозки улучшения пошли и так далее. И фактически мы открыли Индию. Рост у нас по всем основным рынкам у нас идет рост. Лето у нас было очень позитивное. Но по сравнению с допандемийным периодом, мы, конечно же, немножко отстаем по тем же вот таким традиционным рынкам, как Россия. Например, 2019-2024 в сравнении – это минус 22% Грузия и так далее. Но по той же Индии у нас даже по сравнению с прошлым годом почти два с половиной раза рост идет и так далее. То есть, новые рынки мы открыли. Мы думаем, что эта тенденция будет продолжена и до конца года, и в зимний период. У меня есть данные, что в том же комплексе Шахдах уже фактически проданы места, за бронированные места на декабрь, январь, часть февраля и так далее. То есть, заранее уже клиенты взяли зимний сезон в Азербайджане. В Азербайджан, конечно же, у нас самый высокий сезон – это лето. Но зимой мы тоже не особо, скажем так, отстаем. Очень положительно, что на такой низкий месяц, это низкий месяц считается, низкий сезон считается, как ноябрь попадает КОП-29. Это мы очень давно и, скажем так, упорно работали над тем, чтобы на такие низкие месяцы, как ноябрь и февраль и так далее в Азербайджан попадали большие мероприятия, чтобы тенденция сохранялась. То есть, поток гостей. КОП-29 – это просто, на самом деле, подарок, праздник для туристической сферы Азербайджана, что в ноябре столько гостей к нам приедут. И так дальше продолжат тенденции. Частный сектор все больше готовит новых продуктов и так далее. Наши комплексы показывают хорошие результаты. Тот же Шахдак сейчас буквально на днях создал альянс с остальными туристическими комплексами из других тюркских стран. Туда присоединились Казахстан, Турция и Узбекистан. На подходе к Кыргызстану мы буквально на днях с Кыргызстаном обсуждали. Это будет, скажем так, да, эти страны будут обмениваться друг с другом лояльными туристами. Лояльными зимними туристами, горнолыжниками, которые будут по единым, скажем так, ну, тарифам, ваучерам, скипасам и так далее будут кататься вот в пяти этих странах и так далее. То есть, это будет какой-то совместный туристический продукт? Да, это уже совместный туристический продукт, созданный вот буквально на днях. Об этом соглашении было подписано в Стамбуле между этими странами. Инициатива, кстати, азербайджанская. Пока что на ближайшие два года это вот все движение возглавляет Шахдах. И генеральный секретарь тоже представитель Азербайджана и так далее. Это чисто наша инициатива, поддержанная остальными другими тюркскими странами на зимний период. Это хороший продукт, который еще даст большие результаты, хороший результат. Ну, вообще, да, действительно, многие туристы, особенно те, которые приезжают откуда-то издалека, они, как правило, хотят посетить за свою поездку не одну страну, а две, три, несколько. Ну, допустим, Азербайджан и Грузию, Азербайджан и страны Центральной Азии. И, в принципе, такие вопросы были на повестке дня, чтобы создать какие-то совместные туристические продукты с соседями. Например, обсуждалась возможность запуска круизов по Каспию, обсуждалась возможность создания маршрута по... Ну, и заобсуждаются они будут. ...великому шелковому пути вместе с странами Центральной Азии. Стоят ли эти вопросы сейчас на повестке дня, есть ли продвижение? Вы очень хорошо проинформированы, я пойду вот по тем вопросам, которые вы задали. Круизы обсуждаются, круизы уже приблизились к моменту реализации. Сейчас обсуждается вопрос запуска двух круизов со стороны российских компаний. Это будет круизный лайнер бывший Петр Великий, насколько я знаю, его поменяли название, изменили название буквально недавно. И еще три круизных лайнера готовятся, опять-таки, в России для запуска один со следующего года. Потом по одному еще. Вот это пятизвездочные круизные лайнеры, которые будут охватывать в основном три страны Каспия. Это Казахстан, Азербайджан и Россию. Мы заинтересованы в запуске этих лайнеров, и мы очень с партнерами договариваемся о том, чтобы они побольше стояли в крупнейшем порту. На Каспии это Баку, крупнейший город, крупнейший порт, крупнейший транспортный хаб. На Каспии это Баку, потому что мы хотим лучше и больше показать туристические возможности нашей столицы для гостей. Гости, конечно же, будут не только из прибрежных стран, но это такой международный продукт, который будет обслуживать туристов и стран, скажем так, ближайших соседей и дальних. Что касается шелкового пути, да, сейчас там есть новые подходы для того, чтобы это все лучше работало. Скорее всего, будет продвигаться идея, тоже инициирована Азербайджаном, создание единого бренда «Тюркский шелковый путь». Буквально на днях, кстати, был презентован сайт, охватывающий вот этот шелковый путь и туризм тюркских стран. Он еще презентован на уровне экспертов, далее, наверное, его популяризация, скажем так, для туристов и так далее. Вот единый бренд, чтобы люди совершали круизы, то есть поездки по всему маршруту, по Тюркскому шелковому пути, охватывающий Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и так далее. Это очень хороший механизм для того, чтобы люди подольше гостили в нашем регионе, как вы отметили, люди любят посещать, дальние туристы любят посещать не только одну страну, но охватить за поездку все больше стран. В том числе все еще актуальна тема создания единых продуктов Азербайджана, охватывающих Азербайджан и Грузию, единых маршрутов. Мы это с грузинскими коллегами обсуждали, договорились и так далее, но пока что, знаете, в связи с вопросами по границам сухопутным и так далее, эти проекты как бы ждут в своей очереди. Там маршруты буквально и винные, и гастрологические, и литературные, до Алинино и так далее. То есть все делается, все делается, но поэтапно. Я знаю, что на днях, на следующей неделе у нас в Азербайджане пройдет форум халяльного бизнеса и туризма. Могли бы вы дать информацию относительно того, какие вопросы будут на повестке дня, кто там будет представлен, и вообще насколько актуальна вот эта тема развития халяльного туризма у нас в стране, насколько это перспективное направление? Форум пройдет 8-9 ноября, примут участие эксперты из 20 стран мира. Тема актуальна, халяльный туризм сейчас набирает обороты. Топовыми странами, привлекающими халяльным туризмом в мире, являются Турция, Малайзия и Индонезия. Азербайджан пока что в этом направлении достаточно новый игрок, но мы имеем все возможности для того, чтобы продвигать этот продукт. Продукт, который вызывает интерес у представителей, у жителей мусульманских стран. Почему этот продукт появился? Потому что, во-первых, мусульмане любят определенный быт. Во-вторых, этот продукт, он достаточно перспективен, потому что жители мусульманских стран и любят, и есть такое, что и вынуждены больше путешествовать по мусульманским странам. Что это дает? Что такое, в принципе, халяльный туризм? Здесь есть несколько компонентов. Это халяльная еда обеспечения, это возможности совершения намаза, молитвы, это услуги в период месяца Рамадан, Рамазан. Специальные условия в санитарных узлах, адаптированных под мусульманскую. Это неприменение, скажем так, халяльного, не халяльного образа жизни в этих отелях или каких-то там, я не знаю, действий и так далее. И возможности разделенного отдыха для мужчин и женщин, скажем так. Что Азербайджан в этой сфере может предложить и почему для нас эта тема интересна? Во-первых, мусульманская страна, здесь у нас есть места поклонения и так далее, зиарят туризме, то есть места посещения и так далее. Во-вторых, мы находимся всего в трех часах полета от основных, скажем так, бенефициаров, получателей вот этих аляльных услуг. Это страны, в основном это страны Ближнего Востока и так далее. То есть мы в трехчасовой близости от них, до нас очень легко добраться. Потом и наш образ жизни, и наша инфраструктура и так далее, они уже в принципе, то есть образ жизни, само собой, еще и инфраструктура уже предварительно подготовлена под это. То есть у нас есть все условия для того, чтобы это развивать. Поэтому это для нас интересно. Мы думаем, что при выработке, скажем так, определенных стандартов и применениях в Азербайджане, при расширении услуг, оказания услуг, возможности оказания услуг халяльного туризма и так далее, это направление тоже будет у нас популяризировано и будет приносить пользу субъектам туризма. Спасибо большое, Кианан Малин. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Кианан Гулузаде, советник, председатель государственного агентства Азербайджана по туризму. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о том, как туристический сектор Азербайджана готовится к конференции КОП-29 и к зимнему сезону. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова